Мы находимся в художественной галерее при ассоциации Корейских культурных центров Узбекистана. Великолепное здание и очень прекрасная обстановка. Мне бы хотелось немножко небольшой экскурс по той экспозиции, которая здесь представлена. И начнем мы с портретов, которые представлены здесь, исполнения Владимира Сергеевича Ана. Это один из первых художников, переселенцев, которые работали и трудились здесь. Он учился в Палихе, лаковую миниатюру, а здесь работал, преподавал и свою роспись, и все. И оказывается, вот это для меня было новостью, что он очень был заинтересован и сделал очень много интересных портретов именно героев корейцев, которые боролись за независимость своей страны. Здесь представлен портрет И. Дон Хи. Всю свою жизнь посвятил борьбе за независимость. На портрете Анна Владимира Сергеевича изображен также Ан Дюнген. Человек, который прославился и оставил свое имя в истории, потому что был героем и в свое время ликвидировал наместника Японии в Харбине. Еще здесь есть портрет Хан Чанголя. Это командир самого большого партизанского отряда. Жили они на территории России, в Приморском крае, но всю свою деятельность посвятили борьбе за независимость. И также вот здесь впечатляет портрет одного очень состоятельного человека. Был вообще купец, торговец, занимался мясом, занимался крупными поставками, имел крупный бизнес, но все свое состояние также посвятил и финансировал вот эту сложную борьбу. Вот с этих исторических людей начинается экспозиция выставки. Это часть постоянной экспозиции. Работа Шанибаева Альберта. История проживания корейцев на территории Узбекистана с 1937 года. Это время депортации корейцев с Дальнего Востока сюда, в Центральную Азию. Одна из центральных работ галереи, которая находится в постоянной экспозиции, и показывает именно тот ключевой момент, когда корейцы, переселенные в Центральную Азию, выходили в чистое поле, на снега со своими нехитрыми пожитками в 1937 году. Картина была привезена сюда и подарена Российской ассоциацией корейцев для нашей среднеазиатской. Лиза Фимария. Моя любимая сестренка, потомок династии Ли, представила здесь свою живопись. Она декоративная, красивая, очень нарядная. Она воспринимает эту жизнь очень красочно, нарядно. И также хотела здесь представить ее работы именно этого направления. Мария родилась в 1970 году. Время мирное, время интересное. Очень большая фантазерка формировалась во время учебы и во время своего взросления. И вот из сказки выходить она не хочет. Ее работы представлены в этой экспозиции «Продавец пряностей». Оно на стыке такой фантазии и иллюзии. Очень много чего здесь можно увидеть, можно посмотреть. Вдохновлялась нашим базаром, где продаются наши безумно ароматные вкусные пряности. И от этой работы прям даже веет такими интересными моментами. Работа «Сумаляк», которая изображает праздник, весенний праздник. «Наврус», когда варится «Сумаляк». И он тоже преподнесен как сказочное действо. Вот эта сказка, которая в ее жизни и в ее мыслях, она всегда выражается в работах. И также в работе «Кукольник» она показывает вот этот интересный момент, как, может быть, нами кто-то руководит, может быть, мы участвуем в каком-то действии. В общем, эта работа, она тоже о сказке, о представлении, о том, как интересно жить. Невозможно себе представить палитру узбекистанских художников-корейцев без работ «Искры шин». Она абсолютно заслуженно имеет высокие регалии. Заслуженный работник культуры Узбекистана, почетный гражданин Сеула. Много лет плодотворно работает, как живописец и как монументалист. Здесь представлены ее работы на цветочные темы, несут радость жизни. И вот здесь в экспозиции они соединились. Искра и ее дочь Светлана Шин, тоже замечательная, красивая художница. Также представила работы на цветочную тему. Мною здесь представлена серия «Аутентичные параллели Узбекистан-Корея». Эта серия возникла, вы знаете, наверное, не случайно. Было время, когда я посещала Корею. Мы ездили туда с выставками, показывали работы свои и видели, что там происходит. Но как-то мне попались архивные фото Кореи, начиная с 1810-20 года. И настолько мне это было, знаете, неожиданно интересно, что очень много похожего в таком, знаете, визуальном моменте Кореи и Узбекистана. И вот эта серия у меня появилась, вы знаете, на стыке вот этих двух культур – Узбекистана и Кореи. Очень много похожего в менталитете, в одежде, в подходе. Вы знаете, это просто для меня было интересно. И здесь вот некоторые работы, например, «Подруги», где девочки-кореяночки сидят там, шепчутся о чем-то. И наши девочки-узбечки мною, увиденные в Бухаре, также. И для меня эта серия, она очень важная и очень такая значимая. Потому что здесь я как раз-таки выражаю вот это единство. И в то же время есть какие-то различия, но единство больше. И в то же время я представлю также свои работы, посвященные именно радости жизни, которые я испытываю всегда, когда вижу наши фрукты, когда вижу плоды земли нашей. Здесь и цветочные композиции, которые я назвала цунами. То есть это такое буйство, которое сносит вообще весь мозг, когда смотришь, как красиво цветут цветы, как прекрасно золотятся фрукты, и как прекрасна эта жизнь. С живописными полотнами я тоже здесь участвую. Экспозиция включает в себя работы узбекских и корейских художников. Это художники-современники, работающие на одной территории, здесь, в Узбекистане. Для меня открытием на этой выставке стал такой художник, как Мурот Эрдонов. Не была с ним лично знакома, но по работам мне настолько было приятно увидеть, какой это честнейший художник, чистой души, с какой любовью он относится к своему краю, какие он выбирает такие, знаете, незатейливые, но очень теплые сюжеты. И с хорошей такой школой, с большим мастерством это все выполнено. Поэтому Узбекистан представлен прекрасными пейзажами и сюжетными композициями вот этого Мурота Эрдонова. Замечательный художник, отличные работы. О Садыковой Хусане хочется сказать отдельно, потому что этот художник представил в эту экспозицию прям хорошее количество своих акварелей. Акварели, выполненные в Корее. В его работах вот действительно чувствуется, что это страна утренней свежести. Настолько эти акварели воздушные, просто прекрасные работы. Молодец, Хусан. Мы практически ровесники, учились в одно время. Я наблюдаю за его творчеством. Он прекрасный книжный график, но здесь он раскрылся как-то по-особому интересно. Замечательные акварели. Музыка